Рад вас всех приветствовать на нашем открытом занятии курса «Современный сорсер». Сегодня у нас первая тема, и мы поговорим, что же такое или кто такой современный сорсер прямо сегодня, прямо сейчас, о чем эта роль, такая вот важная. Для начала расскажу, зачем нужно кому-то изучать тему сорсинга. Дело в том, что это очень круто оплачиваемо и очень востребовано. Во-первых, те, кто знает сорсинг, например, работает рекрутером, просто-напросто зарабатывает гораздо больше. А те, кто просто сразу идут в сорсинг, даже, например, не работав в рекрутинге, могут сходу получать неплохую зарплату, то есть там около 1000 долларов и выше. И освоив инструменты сорсинга, можно очень реально быстро вырасти и зарабатывать, ну там, тысячи две долларов вполне легко. Если у вас есть английский язык, и вы можете плавиться на удаленную работу в какие-то международные компании, конечно, цифра будет еще больше. Потому что сорсер – это работа, которая абсолютно делается удаленно, там вообще не нужно присутствовать где-то в каком-то офисе. То есть она отлично подходит для удаленной работы. Вот такие преимущества открывает знание этой роли, владение этими компетенциями. Поэтому это востребовано. Очень много людей мы выпустили на курсах по сорсингу. Можно сказать, в Украине так точно сформировали целый комьюнити, рынок сорсеров. Ну и продолжаем эту тему развивать. У этого курса есть сайт, традиционно, вот так он выглядит. И если вдруг мы с кем-то не знакомы, меня зовут Майк Притула. Я буду сегодня рассказывать про свой опыт и знакомство с сорсингом. Но если совсем кратко, то я как рекрутер работал, тогда это было Альфа-банк, сейчас это уже Сенс-банк. Это была моя первая работа, тренер-рекрутер. И уже тогда я использовал Азы. Тогда это был Блен-поиск. Но уже я его тогда задействовал. Это был далекий 2006-2007 год. Потом был телеканал Starlight Media, телеканал СТБ, Wargaming, потом Preply Ideals, где я уже полноценно строил команду рекрутинга с ролью сорсера внутри. То есть у меня уже был и в Preply Sorcer, и в Ideals. Когда в Preply был Sorcer, я думаю, это был чуть ли не единственный сорсер вообще в Украине, потому что профессия только формировалась. Когда уже в Ideals у меня был сорсер, уже постепенно в других компаниях они начали появляться. Плюс мы запустили тогда курсы. И вот там первое несколько поколений тоже воспитали. В работе полагается на лучшие практики. Это стандартный такой слайд для напоминания, зачем стоит следить. Этот этап мы пока пропустим знакомству, потому что экспериментируем с трансляцией в Telegram. А здесь у нас в Telegram чата нет, к сожалению. Интересно, почему они его не добавили. Надеюсь, что, возможно, скоро добавят. Сам курс, он состоит из шести, ну, очень, очень, я бы сказал, таких плотных по знаниям занятий. Постоянно обновляется, потому что в сорсинге много чего меняется. И в этом потоке я тоже добавлю. Я уже начал добавлять, на самом деле. Это уникальный курс, потому что, когда я что-нибудь новое встречаю, какой-то новый инструмент, я просто захожу в занятие релевантное и вношу изменения, даже если сейчас курс не идет. Просто вот перед будущим запуском готовлюсь. Так произошло, например, в шестом занятии есть один из инструментов для открытия контактов, который я очень люблю. И я узнал про еще один инструмент, который дает тоже около 50 открытий контактов в месяц. Я его добавил до старта курса. То есть это такой самый, наверное, обновляемый наш курс. В этом курсе есть домашнее задание. И это очень круто, потому что вы просто-напросто освоите навыки сорсинга, получите обратную связь. Я подкорректирую ваши запросы. Если они неправильные, скажу, где вы ошибаетесь. И вы увидите результат. Огромное количество людей на этом курсе позакрывало кучу своих вакансий. Просто начав использовать новые для себя инструменты, повысив свою эффективность просто в разы, потому что сорсинг – это про ускорение. На этом курсе мы выдаем диплом, который мы выдаем на онлайн-платформе, как и все наши дипломы, на очень хорошей, продвинутой. И этот диплом интегрируется в ваш линкеды. Сегодня мы поговорим про азы профессии, про историю, как это развивается, куда это движется. Я расскажу, как чат GPT влияет на профессию. Тоже в конце сегодняшнего занятия это у нас будет. Давайте начнем с глобальной истории рекрутинга. Первая известная реферальная программа – это то, что такое атрибут рекрутинга – появилась, точнее, еще во времена Юлия Цезаря. Он уже тогда обещал деньги за рекомендацию солдат в армию. Это было 30%. В принципе, вот именно ранний рекрутинг, когда были империи, это был найм прежде всего военный. Не было какого-то бизнеса такого системного. И часто эту роль выполнял император или фараон лично. Потому что это было очень важно. От успешности найма зависела вся империя, как сейчас зависит целый бизнес. И те, кто имел, например, свои скромные ресурсы, очень часто пользовались именно наемниками. Потом, например, появились тесты. Тесты считаются, что одними из первых внедрил Китай. Тесты для найма, для того, чтобы лучше отбирать людей. Такие что-то более-менее похожие на сегодняшние элементы рекрутинга – это был, считается, что 1650 год Генри Робинсон открыл частный рекрутинговый бизнес в Великобритании. А найм топов – это был впервые Торндайк Делланд, 20-е годы США. Интересно, что из США в Европу аж спустя 30 лет эта техника перебралась, найма топов и хэтхантинг. И это первый задокументированный случай. Когда брали аванс за закрытие вакансий и работали с топовыми такими позициями. Аванс на то время был довольно-таки большой – 200 долларов, наверное, как сейчас. Даже не 2000, я думаю, 1500, наверное. Плюс 5% годовой зарплаты. Ну, 5% – это не сильно большая сумма. Сейчас, конечно, Executive Search берет 33% годовой зарплаты. Идем дальше. Рекрутинг когда-то был совсем другим. До появления компьютеров сложно даже представить. Хорошо нам это не довелось на себя испытать. Но это был поиск через газеты, доски объявлений, плюс, конечно же, рекомендации. Пассивных кандидатов, кто был не в поиске, находили по разным базам, где там у агентств хранились. Хранились история всяких контактов, с которыми они контактировали. Соответственно, основной инструмент рекрутера был проводной телефон. Ну, такая не очень интересная работа. Не было тех технологий, которые есть сейчас. Интервью проводились лично в офисах, и первые компьютеры упростили, конечно, прежде всего, введение баз данных. Первые компьютеры были без интернета, как вы знаете. Поэтому первые компьютеры не сильно помогли рекрутерам. Ну, по крайней мере, какие-то базы данных можно было ввести. А вот появление интернета и его распространение – это то, что действительно, можно сказать, сильно повлияло на профессию рекрутера, ну, и 40-х результатов. Одним из первых сайтов, который появился, и он и ныне существует, это CareerBuilder. Это 1995 год. А уже в 2000-х годах интернет становится основным каналом поиска работы. То есть понадобилось не слишком много времени, чтобы эта технология распространилась. Вот так выглядел один из первых серьезных джоп-сайтов. Он, видите, такой был про космос, про не знаю, что это они пытались передать, но такое было очень фантастическое. И примерно тогда же появилась первая крупная онлайн-комьюнити рекрутеров – эра.нет. Оно и по сей день существует. Одно из крупнейших в мире, одно из самых серьезных, одно из самых авторитетных. Вот. И когда еще не было ни Фейсбука толком, ни Линкедына, ничего того, ни Телеграм, конечно же, ничего того, где мы сейчас читаем что-нибудь про рекрутинг, первый сайт, который я читал, это был эра.нет. Вот. Когда я был в 2006 году рекрутером, мне сказали, ну, коллеги, которые были опытные, что вот, если хочешь развиваться, читай эра.нет. Я его читал, все на английском языке, это еще подталкивало с английским знакомиться, но для себя я открывал очень новые горизонты, необычные. Тогда же я узнал с этого сайта про Boolean Search, то есть какие-то Boolean операторы, поисковые запросы, про поиск через Линкедын. Вот. Ну, там еще много писали про поиск традиционный, там всякие легенды, всякие подходы для переманивания людей, тоже для себя черпал всякие техники интересные. Линкедын появился в мае 2003 года и выглядел, конечно, он очень простенько. Вот. Сейчас там уже около одного миллиарда пользователей и возможности Линкедына безграничны. В принципе, если хорошо знать Линкедын, то очень много вакансий можно с помощью него закрывать. Но, еще раз повторюсь, если хорошо его знать. И можно решать самые разнообразные кейсы, которые часто в чатах описывают, как найти украинцев, которые недавно в Европе. Ну, вот пример запроса здесь есть. Кстати, с сегодняшней презентации будут полезные запросы, которые прямо вот можно брать и в своей работе использовать. Я в Линкедыне присоединился 7 февраля 2007 года. Это можно у себя в активности посмотреть. Тогда это было очень мало людей. Меня моя начальница туда пригласила. Она говорит, слышал про Линкедын? Я говорю, не слышал. Она говорит, ну вот, сейчас очень популярная сеть. Добавляйся. Я добавился. И так как я был рекрутером в банке, у меня был почтовый ящик с резюме, а Линкедын при регистрации предлагал всем своим знакомым отправить приглашение. Я синхронизировал ящик и разослал несколько тысяч приглашений. Мне потом еще долго люди писали, что это такое. А потом еще несколько лет приходили уведомления, ваш знакомый наконец-то присоединился. Ну, вот много первые присоединились. То есть я думаю, что я в Линкедын привел несколько первых тысяч в Украине, по крайней мере, пользователей. Идем дальше. Значит, Xing появился чуть-чуть позже, на 17 дней. Но это сыграло против него, наверное, в минус, потому что не успел он немножечко захватить мир. Тогда они были где-то равны. То есть я в Xing зарегистрировался спустя год. Он был неплох. То есть я параллельно пользовался и Xing, и Линкедыном, что там было не супермного людей. Но они шли на здравый здрю. Потом он сильно отстал. И сейчас только в Германии популярен. Но в остальных странах в меньшей степени. Вот еще из интересного про нашу профессию. Вы знаете, что если в должности Sorcer удалить букву U и дописать еще ER, как вы знаете, для профессии дописывают ER. Например, Banker. Там Recruiting Recruiter. Так вот, если Sorcer еще одну букву ER дописать, то получится слово колдун. Когда у меня в Preply появился первый Sorcer, это был 2017 год, если не ошибаюсь, и он подписывался Sorcer, Talent Sorcer, некоторые кандидаты прикалывались, говорили, что это за должность такая колдун. Потому что глаз не цеплял, что это что-то другое, а не привычное Sorcer. А многие... Это была IT-индустрия, а в IT многие играют компьютерные игры, там какой-нибудь Witcher, вот, и говорили, да, типа, что за должность смешная колдун? Ты кем работаешь? Да вот. Идем дальше. Indeed. Indeed сейчас это мировой лидер. Вот если вам нужен поиск международный, он есть во многих странах, он в Украине есть, то Indeed это ваш лучший друг. Наверное, сложно представить такой же масштабный сайт. И в 2004 году он уже выглядел круто. То есть это из веб-архива картинка. Во-первых, уже было полтора миллиона должностей. Вот сейчас многие сайты до сих пор могут позавидовать такому количеству. Во-вторых, он уже тогда круто выглядел. Ну, сейчас он, наверное, еще более... Ну, не наверное, с моей точки зрения. Наверное. Для кого-то, может быть, и не лучше. Но он действительно хорошо выглядит. Идем дальше. Facebook. Сейчас Facebook это тоже неограниченный объем возможностей, кто умеет им правильно пользоваться. Появился в 2005 году. У меня сейчас с Facebook история интересная. Я зарегистрировался в 2007 году. Сейчас я об этом расскажу. Вот. Но я умудрился, по-моему, в 2010 году свою личную страницу превратить в бизнес-страницу. Потом что-то я не понял, как она работает. Она мне не понравилась. Я ее удалил и заново перерегистрировался. Но выглядел он, конечно, странно. Я помню, что я, когда на нем зарегистрировался, я туда полгода не заходил. На почту там пару каких-то уведомлений не приходило. Там вообще не было никакого движения. Ровным счетом ноль. Только потом уже где-то к 2010 году он более-менее расшевелился. Ну, уже в 2009 году. Вот. Сейчас там 3 миллиарда людей. Если уметь правильно искать, а вот и правильный пример запроса, X-Ray запрос в Google для поиска по Фейсбуку, если уметь правильно искать, очень можно много чего находить. Конечно же, мы на курсе это все говорим. Вот. Ну, вот мое приглашение. 2007 год когда-то присоединился. С 2013 по 2014 год продолжаем историю. Активизировался поиск в социальных сетях и джобсайты перестают быть единственным каналом. А иногда даже не то, что единственным, а становятся второстепенным каналом, потому что в социальных сетях даже иногда поинтереснее получается поиск, чем на джобсайте. Сорсинг. Сам по себе сорсинг это был рекрутинг. Сорсинг рассматривается как часть рекрутинга. Тогда он назывался ресерчинг, и он существовал в самых таких первых активных лет появления рекрутинга. Но он был, не было ни интернета, ни компьютеров, поэтому задача была просто искать информацию о кандидатах в каталогах и по телефону. Поэтому это были ресерчеры, это были люди, которые не проводили интервью, а просто искали информацию про людей. Вот. Такая была очень упрощенная функция. В 1985 году появляется компания сорсинговая уже, которая занимается именно сорсингом, Execute Quest. потом Brandwood Group и другие начинают именно исключительно заниматься сорсингом и генерировать списки кандидатов. И в 90-х годах появляется первая публикация об интернет в поиске кандидатов. Если так вот посмотреть, сорсинг мы сейчас связываем только с интернет-поиском, современный сорсинг, то фактически можно сказать, что его зарождение это год такого активного распространения интернета. То есть где-то 90-й год можно считать 90-м, может, чуть раньше появлением сорсинга. То есть не больше 40 лет этой профессии. Но это и не та профессия, которая появилась год назад, два или три. Она, в принципе, довольно-таки давно существует. Просто она прожила несколько таких эволюционных витков. Поэтому давайте на этом становимся, что ресерчеры это прообраз сорсеров. Они до появления интернета искали информацию в каталогах, а при появлении интернета базовую информацию в интернете. Что повлияло на формирование более-менее современного понятия сорсинга? Современный сорсинг его считают технологичным. Используют разные инструменты, разные необычные подходы. Один из таких первых людей, которые привнесли эту тематику инструментов, это был индийский разработчик Чандра Бадапати. Он сделал первый инструмент парсинга и скрапинга e-граббер, который мог ходить по сайтам и собирать контактную информацию. С тех пор сайты начали бороться с этим, в частности LinkedIn, Facebook и другие, потому что раньше можно было выкачать все профайлы с LinkedIn. То есть можно было обращаться к серверу, генерировать разные ссылки и сервер выдавал результаты. Появлялась страничка, ее можно было скачать и в принципе очень много баз так и появилось. Потом LinkedIn начал вводить правила, например, самые недавние правила, с которыми мы сталкиваемся, это не потому, что они хотят защитить пользователей. Это тоже. Но в большей степени LinkedIn ограничивает активность, добавление в друзья, просмотры страниц и так далее, просто чтобы никто не собирал базу аккаунтов и не использовал их вне LinkedIn. Просто сохранить свое конкретное преимущество. Идем дальше. Сейчас, конечно же, тоже есть инструменты и парсинга, и скрапера. Причем, важно не путать, скрапинг – это сбор списков, парсинг – это, и скрапинг – это, как правило, сбор нескольких имен. Парсинг – это сбор информации с одной конкретной страницы. Парсинг – резюме с LinkedIn. Это когда инструмент с профайла LinkedIn выгрузил информацию в вашу ATS. А скрапинг – это сбор списка. Например, Instant Data Scrapper, название как раз содержит слово скрапер, оно, например, позволяет на поисковой выдаче Google формировать таблицу и сохранить себе для дальнейшей работы. Идем дальше. В 2000-х годах, возвращаемся к истории сорсинга, появилась одна из первых внутренних сорсинговых команд. Ее основал Mark Hutton в First Union National Bank. Было 6 человек на старте, и спустя 6 лет было 55 людей уже. То есть вот так это все продвинулось. Потом это направление корпоративного сорсинга команд начало бурно развиваться, и до недавнего времени было очень много сорсеров. И в Microsoft, и в Google сейчас почему-то я вот сегодня зашел посмотреть и удивился, что показывает, вот, например, год назад было там 341, сейчас где-то 75. Либо я все-таки не склонен считать, что вот прям так сильно порезали команды в этих компаниях, но возможно, либо каким-то образом изменился алгоритм LinkedIn, либо поменялось название должности. сейчас прям вот сегодня этот скриншот сделан чуть ранее, а сегодня 75 примерно людей. Возможно, это результат массовых сокращений, которых мы недавно читали. Вы помните, что технологические компании, они весь этот год и кусочек прошлого года пачками сокращают людей. Но, очевидно, людей сокращают, зачем им кого-то искать. Так что, может быть, действительно сократили и сорсеров, и рекрутов. Ну, это временная история, да, такие циклы мы уже проживали в 2008 году и ранее, поэтому все отыграется назад и еще гораздо сильнее. В Фейсбуке, например, в пике, когда я вот делал поиск регулярно, я находил полторы тысячи сорсеров, да, это прям вообще колоссальное количество людей для компании. Идем дальше. В мире около 30 тысяч сорсеров, из них около тысячи в Украине. Кстати, Украина в этом плане довольно-таки прогрессивная страна в плане сорсинга. И на них очень большой спрос и вообще очень такие подвижные ребята в плане переходов, да, потому что 4 тысячи людей за 90 дней меняют работу из этой 28 тысяч. Мне кажется, это активно. То есть, если мы умножим, например, на 4, у нас будет 16 тысяч, но почти даже больше половины людей меняют за год работу. Это выше, чем в среднем на рынке, там где-то 25% текучесть. Сорсинговая группа, продолжаем историю, на эре.нет стартовала в 2004 году, Бэри Гейман создал Sourcing Technics и начал писать про сорсинг. В 2016 году очень тоже такой произошел мощный рывок, благодаря Google Chrome и магазину плагинов начали появляться плагины. И сейчас их очень активно используют в сорсинге. С этого момента сорсерами называют сорсер 3.0. Вот, например, мои студенты очень сильно любят плагин, который дополняет LinkedIn, называется WANX. Он позволяет в LinkedIn аккаунтах у кандидатов сохранять информацию, на каком этапе кандидат, теги делать и пометки. И даже в поисковой выдаче Google это именно статус будет отображаться очень удобно. SourceCon появилась в 2007 году. Самая главная конференция по сорсингу и она до сих пор самая главная регулярно проходит. А у нас, если мы возьмем более-менее наши реалии, то, например, в 2006-2007 году были первые упоминания Boolean Search. Я как раз тогда мониторил всевозможные конференции. Я сейчас даже не помню, где люди писали тогда свои статьи. Мне кажется, на каких-то сайтах какие-то статьи писались. Помню, одна моя коллега писала на Blogspot, тогда это был блогер, по-моему, блогер.com, блогу вела. То есть, попадались какие-то первые упоминания. Восьмой-десятый год, год роста популярности LinkedIn, одиннадцатый-четырнадцатый, первые плагины для сорсинга. В 2015-2018 годах два человека, объездив очень много конференций или выступив на них онлайн, хорошо популяризировали сорсинг. Ирина Шамаева, она находится в США, она написала книгу, несколько книг по сорсингу, вот, и у нее компания сорсинговая. Нара Касликян, который тогда работал в Amazing Hiring, вот, он был бизнес-девелопмент менеджером, если не ошибаюсь, и тоже на многих конференциях в разных странах он повыступал. Сейчас он в Армении, у него своя онлайн-школа, по-моему, армянин по национальности, IT-профессии школы. Мы курс сорсер-рекрутер стартовали в 19-м году, 18 групп мы выпустили, это 19-я группа сейчас стартует, скоро будет 20-я. Вот, вот так вот, даже в этом году, да, у нас будет 2, ну, то есть в этом году 20 групп мы обучим. У современного сорсера есть модель компетенции, которую мы разработали с моей командой, вот, это список всех компетенций и сорсера, и рекрутера, но если мы оставим только сорсинг, то останется только вот то, что я не вычеркну. Здесь по ссылке есть хороший тест, который я бы рекомендовал пройти, вот много и рекрутеров, и сорсеров, которые проходили этот тест, оценки знаний, говорили, что это очень полезно для дальнейшего развития. Идем дальше. Значит, какие компетенции нужны конкретно в сорсинге? Нужно уметь пользоваться плагинами, знать поисковые операторы Google, в частности, Boolean Search, но это не только для Google, для Google есть свои операторы еще, знать X-Ray поиск, уметь формировать сорсинговую стратегию, подбирать синонимы, знать много каналов поиска всевозможных, и дальше находить контактную информацию, подбирать правильно каналы и формат коммуникации, использовать инструменты, готовить контент, знать поиск международный, уметь работать с своими метриками, и немножко знать про executive sourcing. Вот такие компетенции для современного сорсера. Также очень важны soft skills, то есть это поведенческие характеристики, такие компетенции, как энтузиазм, любознательность, гибкость, постоянное обучение, экспериментирование. В сорсинге очень много чего меняется. Вчерашние инструменты перестают работать, появляются какие-то новые инструменты, поэтому очень важно уметь не полагаться только на то, что есть, а быть гибкими. Что не является сорсингом, чтобы не путать. Работа с активными кандидатами через джобсайты – это не сорсинг. Как и в принципе, работа с активными кандидатами, которые сами присылают резюме – это не сорсинг вообще. Прозвон кандидатов как помощь рекрутеру абсолютно не сорсинг. Встреча кандидатов, сопровождение на интервью и приготовление кофе – это тоже не сорсинг. Разбор присланных резюме и распределение по рекрутерам – тоже не сорсинг. Это все ассистент рекрутера и не нужно путать с сорсером. Все-таки сорсер – это серьезная профессия, высокопрофессиональная. Может ли сорсер работать с кандидатами? Да, есть такой подход, когда человек выступает в роли сорсера-рекрутера, тогда он полноценно ведет и сорсинг, и рекрутер. Либо может делать первичный контакт с кандидатом и потом передавать рекрутеру. Но телефонные звонки и собеседования чистый сорсер не проводит, только если он сорсер-рекрутер. Можно ли сказать, что сорсер – это ресерчер? В общем-то, и да, и нет. Ресерчер на самом деле был прообразом сорсера, но сейчас с технической точки зрения многие ресерчеры они не знают плагины, не знают какие-то сложные X-Ray запросы, сайты специфические. Они просто умеют брать на LinkedIn и не находить людей, прозванивать или контактировать. Поэтому я бы сказал, что ресерчер – это начинающий сорсер. Хотя до сих пор многих сорсеров в компаниях продолжают называть ресерчерами. Это не очень правильно. Самое лучшее название на сегодняшний день – и чтобы с ними не путаться. Ну и вообще сорсер само по себе для интернета не суперпривычное слово. А талант сорсер сразу говорит, что это про поиск кандидатов. Поэтому если вы в компании, я вам рекомендую называть должность талант сорсер. Дальше. Можно ли сказать, что вот сорсинг только для IT? Абсолютно нет. Сорсер работает для любых профессий, потому что один из главных инструментов сорсинга LinkedIn там даже IT не доминирует как индустрия. Что отличает суперстар сорсер от обычных? Это способность применять новейшие технологии. Например, когда появился чат GPT, сорсеры начали его изучать. А как мы можем использовать чат GPT в своей работе? И нашли для себя много классных применений. Несколько примеров сегодня я чуть позже покажу. В чем же тогда преимущество сорсинга по отношению к рекрутингу? Дело в том, что люди в интернете оставляют цифровой след. Когда мы что-то делаем в интернете, где-то регистрируемся, что-то о себе где-то пишем, заводим разные аккаунты и так далее и тому подобное, мы оставляем цифровой след и личную информацию, по которой можно понять, что мы на какую-то вакансию хорошо подходим. И даже если мы не регистрировались на джоб-сайтах, даже если мы не откликались на вакансии, и так далее и тому подобное, но мы хороший кандидат, нас с помощью инструментов сорсинга можно найти. А с помощью инструментов рекрутинга сложно только разве что через рекомендации, когда нас кто-то порекомендует. Соответственно, вот давайте разберем пример на примере Ирины Шамаевой. У Гугла есть такая штука поиск страниц, опубликованных до определенной даты. Пишем 2000 год, ноль. Пишем 2005 год, чуть-чуть. Седьмой год, ага, уже пять результатов есть. Круто. Десятый год, 15 результатов, даже какие-то картинки уже появились. Десятый год, пятнадцатый год, 57 результатов, там уже фотографии, видно уже свой сайт появляется, участие в конференциях. Восемнадцатый год, 96, да, то есть просто, напросто человек, пользуясь интернетом, или просто даже, это же не сам человек оставляет, да, а участвует в конференциях, и о человеке появляется информация в интернете, даже чаще, ну, часто даже без личного участия человека. Просто сняли на конференции, опубликовали, и информация есть. Девятнадцатый год, 991, ну, и дальше каждый, там добавляем год, информации все больше и больше и больше, да, то есть мы оставляем в интернете цифровой след, по которому нас можно найти и понять, что мы на какую-то должность идеальный кандидат, а мы просто живем свою обычную жизнь. Соответственно, сорсинг – это возможность найти в интернете любого человека, а известно, что около 80% людей, которых считают пассивными кандидатами, реально готовы рассмотреть вакансию. Благодаря сорсингу и благодаря техникам поиска этих людей мы находим в разы быстрее, чем когда ждем, когда мы ждем, мы даже не всех найдем, или чем когда мы ищем через рекомендации. Попробую всех сконтактировать, получить рекомендации. В сорсинге реально нанимают людей, вот если все отработать быстро, за 4 недели, при том, что средний поиск в мире около 8 недель. Если сказать, что средний поиск в мире обходится около 4000 долларов, то ускорение поиска в два раза – это экономия ровно 2000 долларов на каждой закрытой вакансии. Это прям очень круто для компании с точки зрения, почему им нужен сорсер. Когда одна вакансия закрыта, уже зарплата сорсера отбивается. Что такое тогда сорсинг? Это прежде всего про поиск информации. Это вот прям прежде всего. Это про применение тех инструментов, которые пока еще не знают все рекрутеры. И это, как ни странно, при том, что есть куча платных плагинов, инструментов, но тем не менее наиболее дешевый, наиболее быстрый способ закрытия вакансий. Дешевле, чем агентство, или чем время рекрутера, когда он ищет традиционным способом. Что базово нужно делать в сорсинге? Если сорсинг упростить до трех элементарных шагов, такая трехшаговая модель, то сорсер – это первый пункт, поиск имен людей, которые могут нам подойти. Здесь нам нужны X-Ray и Boolean Search. Второй шаг – это поиск их контактов. Здесь нам нужны инструменты обнаружения контактов. И третий – это контактирование. Вот и весь сорсинг. Всего лишь три шага. Найти, узнать контакт, связаться. Если заинтересован, передать реклик. Для контактов есть тоже очень много инструментов. Например, такой как Improver. Ставите плагин, и он показывает имейл, телефон человека. Доступно каждому. Что такое результат сорсинга? Это нахождение тех людей, которых нет на стандартных джоб-сайтах. При этом, конечно, про сорсинг существует много мифов. Мы уже выяснили, что это не только для IT-вакансий, к счастью. У меня студенты были, которые искали медиков, стоматологов, хирургов, бухгалтеров, исполнителей. Компания, которая занимается строительством в США и находит всяких сантехников, электриков, плотников и так далее. И вот с помощью инструментов сорсинга они учатся искать лучше этих исполнителей. моряков у меня искали студенты. Это все в домашних заданиях вижу. То есть моряков на судно. Этих пилотов вертолетов студентка была искала. То есть настолько разнообразные вакансии, что куча преподавателей из школ, из садиков. прям вот набор суперширокий. Дальше есть может быть миф, что нужен английский язык высокий. Да, сорсинг использует англоязычные слова, но вообще особо английский элементарный нужен. Дальше есть миф, что нужно быть каким-то супер хакером. Нет, в принципе почти все инструменты доступны любому человеку без особых каких-то знаний. Да, там есть например JavaScript, который можно использовать в определенных задачах, но это скорее так уже вишенка на торте и далеко не всегда это нужно. Для сорсинга даже необязателен платный аккаунт LinkedIn, хотя я очень ярый сторонник платного аккаунта LinkedIn для любого рекрутера и сорсера, вот прям супер сторонник, но даже можно с бесплатным что-то умудряться делать. Кто-то говорит, что для моей страны это не работает. Да, у меня были студенты из то ли Туркменистан, где прям покрытие LinkedIn маленькое, даже там мы находили людей. И это не супер дорого за счет того, что компания много денег экономит на поиске, любые плагины окупаются. Какая задача сорсинга? Важно понимать, что основная задача сорсера найти кандидата по каким-то его базовым описаниям профиля, понять, что он может подойти, то есть сорсер находит не резюме кандидата, хотя резюме тоже может находить и может находить резюме там, где обычно даже не догадываются поискать. но это не только резюме это может быть профайл у человека где-нибудь на реддите, на кворе, в медиум, в каком-нибудь сервисе, где он зарегистрировался и написал, что я работаю на такой-то должности в такой-то компании, а по комбинации должности компании мы знаем, что у него такой, как у нас скиллсет, он нам подходит. и, конечно же, способ с ними связаться. То есть, результат поиска сорсера это профиль плюс контакт. Профиль, повторюсь, это не полный резюме, это может быть несколько базовых вещей, которые говорят, что этот кандидат потенциально наш. Главный навык сорсера, соответственно, это навык поиска. Навык поиска в интернете называют осинт. Это такое современное слово, очень красивое, очень популярное. В принципе, сейчас супер популярное прежде всего журналистов у расследователей. Они с помощью навыков осинта проводят кучу расследований, публикуют их про политиков, про звезд, про бизнесменов, про кого угодно. Поэтому это про умение искать информацию, пользоваться поисковиками, в принципе, интернетом. И это фактически осинт. Это доступ к 3 миллиардам активных пользователей интернета. Осинт расшифровывается как Open Source Intelligence Techniques, то есть это по сути умение искать в открытых источниках. У нас это называют интернет-разведка. И нам кажется, что что там можно в этом интернете, в открытых источниках найти. Дело в том, что в интернете реально информации в разы больше, чем нам кажется. уже даже в 47-м году тогда еще даже не было интернета, но уже тогда спецслужбы говорили, что в открытых источниках есть около 80% информации. В сети имеется в виду не интернет. А позже, когда появился интернет, там есть до 90% данных. То есть вот это какая-то скрытая информация, которую достают всякие шпионы, это чисто процентов 10. Все остальное оно доступно. Но для этого нужно уметь искать. Вот такой небольшой экспресс-тест с вопросами, которые покажут, умеете ли вы искать, например, по файлам или по дате, или в какой-то доменной зоне и так далее. Чем больше вы знаете техник интернет-поиска, тем лучше вы для сорсинга готовы. Как работает сорсинг? В сорсинге, кроме умения искать, очень важно уметь формировать для себя гипотезы, то есть что-то типа того, как ставить перед собой задачи. Гипотезы это то, что формируется не чисто сорсингом, сорсером, а вместе с нанимающим менеджером, потому что часто информацией неплохо располагает именно нанимающий менеджер. Все остальное делай техники. То есть тут главное правильно себе задать вопрос, где искать, где-то человек находится. Остальное делай техники. Вот примеры вопросов, которые задаются в сорсинге для формирования гипотез, где же и как этих людей искать. Например, какие названия должностей могут быть у кандидатов, в каких компаниях они сейчас работают. Эти два вопроса супер важны, потому что, во-первых, когда мы ищем какого-то человека, у нас есть название должности нашей компании, но в других компаниях эти люди называться могут быть по-другому. компания используют разные нейминги должностей. Во-вторых, если мы знаем, в каких компаниях применяются похожие технологии или подходы, то, зная правильное название должности и название компании, мы можем найти почти любого, потому что люди очень склонны где попало писать, в какой компании они работают. И многие сервисы говорят, укажите вашу компанию. Потом уже ключевые слова и много других вещей. Ну и сорсинг, соответственно, это дальше тестирование всех этих гипотез, то есть не всегда они сразу срабатывают и умение находить новые гипотезы. Соответственно, с помощью сорсинга, перебирая разные гипотезы, мы находим кандидата максимально похожего под наши требования. Без сорсинга за такое количество времени, а даже дольше, мы находим менее подходящих кандидатов. То есть сорсинг это еще и способ поиска более подходящих, более точных кандидатов. Куда развивается мир сорсинга? Есть много вещей, это более тесная работа с нанимающим менеджером, формирование должности full-stack рекрутера, и так далее. Но самое интересное сейчас, это, конечно же, искусственный интеллект, который в формате чат-GPT относительно недавно появился и начинает давать ускорение в работе сорсеров. Значит, что может, к примеру, искусственный интеллект в работе сорсера? Мы будем на этом курсе об этом говорить. Например, может готовить поисковые запросы. Единственное, что он не даст вам сразу готовое с первого раза. Мы на курсе чат-GPT в работе HR, я там показывал ребятам, как, например, можно и в сорсинге использовать. И такая история, я, например, делаю презентацию и делаю скриншоты. И это один набор ответов чат-GPT. Потом во время занятия захожу на чат-GPT, просто копирую запросы, и он выдает совершенно другой ответ. И мне приходится по-другому его направлять, чтобы он выдал мне правильный результат. Но он, конечно, очень здорово помогает в работе найти синонимы должности. Мы, конечно, будем детально говорить, как можно искать синонимы должности, как их подбирать, но чат-GPT с этим тоже неплохо справляется. Тоже формируют синонимы должности или ключевые слова из синонимов тоже неплохо. И так далее. Здесь у нас небольшая выдержка инструментов сорсера. Как мне кажется, сегодня мы поняли, что сорсинг это сильно про инструменты. Поэтому это инструменты, которые нужно изучать, и они ускоряют работу. Ну и, наконец, домашнее задание для тех, кто на курсе. Вариант номер один это пройти тесты, понять, где вы сейчас, также описать, какие задачи вы бы хотели решить с помощью сорсинга, как вам в этом какие знания помогут. Или второй вариант, более продвинутый, сформировать набор гипотез для поиска по любой из своих вакансий для дальнейшей проверки в сорсинге. То есть, на эти вопросы дать ответы по какой-либо своей вакансии, развернутой, детализированной. На этом сегодня все. Дальше мы будем изучать фундаменты поиска, ну и постепенно двигаться в направлении изучения всех инструментов технологии сорсинга. Также у нас есть курс под названием автоматизация сорсинга. Я бы рекомендовал его тоже рассмотреть, это будет хорошее предложение курса по сорсингу. На этом сегодня все. Спасибо всем за внимание. Приглашаю пройти этот курс и до скорой встречи. Пока-пока. Присоединяйтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok